Здравствуйте, это программа «Спросим прямо», я Булац Денишев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать, у меня есть что у них спросить. Сегодня на мои вопросы будет отвечать секретарь Бурятского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Владимир Анатольевич Павлов. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый день. 2016 год, грядущий и наступающий, обещает быть жарким в политическом плане, грядут большие выборы в Государственную Думу. Соответственно, партия «Единая Россия» примет непосредственное участие. На что вы делаете ставку? Вот основной фундамент, основная опора, скажем, для партии власти, что это будет? Да, в 2016 году на самом деле предстоит важнейшая кампания, это выборы депутатов Государственного Дома Федерального Собрания Российской Федерации. Как уже известно от нашей Республики Бурятия, у нас в целом Республики Бурятия – это один одномандатный округ. И отличие выборной кампании 2016 года от выборной кампании 2011 года Государственного Дома Федерального Собрания стоит в том, что пять лет назад, вернее в 2011 году, избирались депутаты Государственной Думы все 100% по партийным спискам. Не было одномандатных округов. За это время прошли некоторые события, связанные с другими политическими кампаниями, в которых народ, избиратели, население Российской Федерации выражало свое мнение, выносило свои предложения. Вносили свои предложения они и федеральные наши структуры, также первичное отделение, органы власти всех уровней. Обращались они и к президенту Российской Федерации, что они хотели бы все-таки избирать депутатов Государственной Думы конкретно по одномандатным избирательным округам. Поэтому Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации своим законом внесла изменения. И теперь половина депутатов Государственной Думы будут избираться по партийным спискам. Но как это делается, это известно. То есть люди голосуют только за партию, а там уже кто в списках, потом проходит. И по одномандатным округам, когда люди будут голосовать, и в бюллетнении уже будут видеть конкретную фамилию. И в нашей Республике Бурятия это один округ по населению. У нас 716 тысяч избирателей в Республике Бурятия. И из той простейшего расчета по Российской Федерации посчитали, у нас один одномандатный округ. У нас два не получается. Мы, Бурятское региональное отделение, уже мы к этому готовы. В том плане, что мы сегодня знаем позицию Единой России, позицию наших федеральных органов партии Единой России. Вот 15 октября этого года уже прошло заседание Высшего и Генерального Совета партии, где предварительно уже были рассмотрены и утверждены положения о предварительном народном голосовании. 6 февраля будет съезд в Москве партии Единой России, где будет окончательно в варианте утверждено положение о предварительном партийном голосовании по выборам Государственного Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Мне хотелось бы сегодня остановиться на некоторых важнейших моментах этого положения. В 2011 году, в принципе, такого не было. А сейчас это кардинально поменялось. И партия власти, партия Единой России очень хочет, чтобы народ принял участие именно в политике, в политической жизни страны. И такую возможность предоставляет именно партия Единой России, так как в уставе партии, только в одной партии Единой России, нашей партии, утверждено положение о том, чтобы мы прежде чем выдвигать кандидатуры на различные выборные должности, мы сначала посоветовались с народом, спросили народ, привлекли народ к этой процедуре. И таким образом будут выявляться кандидатуры для последующего выдвижения на должность депутата Государственного дома Федерального собрания Российской Федерации. Владимир Анатольевич, я не могу вас не спросить. По заявлениям некоторых ваших оппонентов, имеется в виду партии Единая Россия, многие утверждают, что так называемый рейтинг партии власти за последнее время снизился. И партия действительно теряет доверие у населения. Как вы прокомментируете это? И готовы ли вы пойти в народ, скажем, действительно, и проводить честные выборы? Начну с последнего вашего вопроса. Мы не просто готовы, мы всегда в народе. Мы всегда встречаемся с народом, объясняем позицию партии, позицию нашу по той или иной ситуации, быть это экономическая, политическая, любая социальная ситуация. Мы всегда там. Это наша главная задача, и мы от народа не отрываемся. А то, что говорят оппоненты, что якобы рейтинг партии Единая Россия понижается, но у них доля такая, говорить так. По-другому они не могут говорить. Мне даже будет немножко странно слышать, если вдруг оппоненты скажут, оппоненты это, понятно, что представители других партий, а вдруг они скажут, понимаете, рейтинг партии Единая Россия растет, растет, да? Я их просто не пойму, даже я их не пойму, и мы их не поймем. У них доля такая, говорить так. Это, в принципе, даже нас устраивает, что они говорят так. И по большому счету нам очень важно мнение самого народа. А мнение народа, оно выражается как раз в голосовании при проведении той или иной выборной кампании. Пусть это будет муниципального уровня, регионального уровня или федерального уровня. Это главный показатель, когда люди заходят в кабинку, когда они наедине с собой, со своей совестью принимают то или иное другое решение. И всегда партия Единая Россия получает большинство голосов, то есть большинство поддержки от наших избирателей. Для нас это дорого. И этот показатель главный по определению рейтинга партии. Два года назад были выборы Народных Урал-Республик и Бурятия в республиканский парламент. Вот у нас сейчас 47 депутатов фракции Единая Россия, Справедливая Россия 5 депутатов, КПРФ 8. Вот показатель доверия к партии. Мы это доверие всегда чувствуем. Очень стараемся в законотворческой деятельности, при работе на своих избирательных округах, и в целом проводить эту работу, чтобы выполнять наказы избирателей, слушать избирателей. Продолжая тему отношений партии власти с народом, немного отойдем от большой политики, чуть-чуть приземлимся. Поговорим о сельском хозяйстве. В Бурятии в этом году выдалось лето жарким, достаточно сложно, и были лесные пожары, и засуха в полях. Как обстоят дела, и каким образом Единая Россия, имеется в виду Бурятское региональное отделение, может помочь нашим фермерам преодолеть последствия засухи? Я с удовольствием поговорю на эту тему, так как я в свое время 25 лет отработал непосредственно в агропромышленном комплексе. В том числе из 25 лет был руководителем крупного сельхозпредприятия, и также ощущал в полной мере все прелести, в кавычках, этой засухи, которые у нас в Республике Бурятия бывают регулярно. И, к сожалению, приносят печальные результаты для наших сельхозтоваропроизводителей. В этом году была на самом деле небывалая засуха, таких засух бывает очень редко. И даже вокруг Байкала, вот как показывает статистика, такая неформальная, сразу скажу, статистика, неофициально извиняюсь, статистика, один раз в 20 лет вокруг Байкала и то бывает засуха. А так всегда там идут дожди. И, конечно, сельчане попали в сложнейшую ситуацию. Представляете, 100 700 гектаров было списано. Это 67% посевов. Рекордно низкий был получен урожай зерновых культур всего 29 тысяч тонн. Представляете? А я когда работал директором совхоза, получал, например, на хорошие годы 6 тысяч тонн. Одно хозяйство. А здесь вся Республика 29 тысяч тонн. Небывалая засуха. Конечно, сейчас ситуация очень сложная. Особенно нужно обеспечить еще недостающее количество кормов. У нас в Республике Бурятии 435 тысяч голов крупной рогатой скота. В том числе 165 тысяч коров. Овец и коз 335 тысяч. 153 тысячи свиней. И 466 тысяч – это птицы. И где-то в пределах 45 тысяч лошадей. Ну, с лошадьми попроще. Они сами себе и зимой могут добывать корм. А вот такое количество поголовьев надо кормить. Требуется огромное количество кормов. Сельчане что могли, собрали. Мы сразу приняли решение, прежде всего, протянуть руку нашим личным подсобным хозяйствам. И мы на прошлой сессии утвердили сумму из республиканского бюджета. Сразу с инициативой выступил глава Республики Бурятии, Наговицын Вячеслав Владимирович. Значит, 50 миллионов рублей источник. И депутаты Народного Урала также поработали. Еще 50 миллионов рублей источник мы смогли найти. Итого 100 миллионов рублей было утверждено. И эти деньги уже наши сельчане, лично подсобное хозяйство, получили из расчета 2,5 тысячи рублей в среднем на каждую голову маточного поголовья коров и яков, ячих. Ну, это в основном яки, Акинский район. И получили, значит, те, кто имеет 10 и более голов. Ну, там разные были предложения, 5 и более голов и так далее. Но, может, было одну голову, тогда бы все деньги размазали. Эти деньги сельчане получили и направили их на, значит, заготовку кормов в труднодоступных местностях, покупку кормов и так далее. Кроме этого, у нас вот ущерб от засухи составил 502 миллиона для сельхозорганизации и для фермерских хозяйств. Министерство сельского хозяйства провело, нужно сказать, правительство огромную работу. Лично сам глава Республики Бурятий Наговицын работал с Москвой. Депутаты Народного хурала свою лепту внесли. И, конечно, позиция не только фракции Единой России в Народном хурале, но и всех фракций только одна. Едино. Вот здесь мы в одной упряжке. Все фракции и КПРФ, и Дин Россия, и Справедливая Россия, и вообще все депутаты. Если мы стоим на одной позиции помочь нашим сельчанам, а Москва 70%, это 502 миллиона, это прямые затраты. А если посчитать, сколько недополучили потенциально возможного урожая, тогда это миллиарды уже. Но Москва только может возместить от прямых затрат. Поэтому Москва пообещала 70%, то есть 324 миллиона рублей. Мы будем надеяться, что до конца года эти субсидии придут. И эти субсидии для того, чтобы сельчане закупили корма. 1 декабря, я знаю, что для партии особый день, это будет день рождения политической партии Дин Россия. Вот какие мероприятия будут запланированы в этом году, в связи с днем рождения? Какие будут мероприятия? Мы 1 декабря всегда, мы знаем, что это отмечаем. Основание нашей партии, мы его называем день рождения партии. Принято определенное решение, в всех наших местных отделениях будут проведены определенные мероприятия. У нас 70 общественных приемных, в этих общественных приемных будет проведен прием граждан. Также у нас по республике уже сформировано 200 площадок, в том числе 30 площадок. Это в городе Улан-Удэ, где также будет прием граждан. Сейчас идет информирование населения. В этих приемах граждан, мы вот так отмечаем день рождения партии, очень сильным составом. Это депутаты фракции Дин Россия, депутатов всех уровней. Значит, у нас достаточно много еще других людей, членов партии, которые работают на производстве, работают у органов власти и так далее. То есть вы проводите прием народа? Да, прием народа, очень такой, в объемном таком виде, в таком обширном. И люди приходят с разными вопросами, социальная политика, в личном плане, социальные вопросы, очень много. Мы вот в прошлом году, когда проводили, все мы, и я лично принимаю, и глава республики принимает, и председатель народных Урала, и депутатов поселения. Просьб сразу сотни, мы стараемся решать, конечно, все невозможно, но мы где-то в пределах около 50% решаем те просьбы, которые нам обращаются. Поэтому вот так мы отмечаем день рождения партии. Ну, действительно, очень продуктивно вы отмечаете день рождения партии, общаясь с народом, потому что партия должна быть всегда близка с народом, слышать чаяние народа и понимать, о чем думает народ и что требует народ. Да, вот я уже сказал, 200 площадок будет, в 200 местах, проще говоря, будет этот прием вестись. То есть будет доступ для всех? Будет доступ для всех, да. Хорошо, уважаемые телезрители, предварительная запись по телефону 21 62 60 и номер еще один 21 87 51. Как раз 1 декабря можно будет, до 1 декабря можно будет записаться на прием, а 1 декабря, соответственно, прийти. Спасибо большое, Владимир Анатольевич, что пришли, нашли время ответить на наши вопросы. Всего доброго. До свидания. Это была программа «Спросим прямо», смотрите ТВ-ком. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин